Ребят, это будет новый экспериментальный формат, мы такого еще не пробовали, поэтому напишите в комментариях, что вы по этому поводу всему думаете. Как вы поняли из названия ролика, мы будем говорить о кемпе и о том, как я съездил снова в Москву на кемп и поучился снова у Кости Матафонова. У меня будет сегодня собеседник, это Саня, Кузя, как хотите его называйте, мой оператор, монтажер и правая рука этого канала, благодаря нему вообще этот канал есть, он существует, я даже давайте не поленюсь, вам его подсниму. Вот, значит, красивый микрофон Союз, а вот красивый Саня, тоже, кстати говоря, он разговаривает в микрофон Союз, такой же, как у меня, да, мне больше нравится вот такой вот, извините, надеюсь, вам было не очень громко, извините, значит, я разговариваю, да, в такой, он разговаривает в черненькой. Да, наконец-то у меня будет хороший звук. Надеюсь на это. В общем, попробуем, поболтаем, я думаю, будет интересно. Погнали? Да. Давай я тебе буду задавать вопросы, если захочешь там что-то еще вставить, ты просто говоришь, я тебя там не особо перебиваю, хочу понять реально, что это такое, что это за кемп, куда ты постоянно ездишь, что вы там делаете. Я так понял, я почитал парочку немножко информации, то есть ты там три дня приезжаешь, там три дня тусите, ты уезжаешь суперопытный и возвращаешься суперкрутым человеком. Короче, да, их было всего три, я был на двух, на последних. Ребята, это секретная информация, никому и не говорите, да, никому. Вы и я, между нами. Возможно, будет еще один в феврале. Твоя секретная информация на сайте есть, уменьшится. Да? Уже? Да. Они выложили? Да. Блин, а я думал, они мне по секрету сказали, потому что я приятный чел. Ладно, понятно, ясненько. Как было, давай я объясню в этот раз, как было. Давай. Нам всем раздали миксы. Два, причем на выбор. Один была такая поп-песня современная, другая была рок-песня современная. Нам нужно было это свести на своих условиях, там, где мы работаем, и привести с собой стемы этой песни и мастер-файл. То есть вам заранее их выдали? За сколько вам их выдали? Мне кажется, недели за две, за три. Что такое? Ну, я, естественно, все в последнюю ночь, конечно же, делал, но в целом, конечно, время было успеть. Как это, ну, типа, как, из чего строится этот разбор и кто, в первую очередь, разбирает их? Да, короче говоря, я не знаю, знаете ли вы, кто такой Статин Матафонов, но это главный ответственный человек за половину поп-музыки в нашей стране, так что можете смело считать, что это человек не последний, мягко говоря, в индустрии звукорежиссуры. У него есть студия, которую он арендует на Матвиенко, в 5.1, огромное помещение, метров 45, там, квадратных, у него там стоят бэрфуты, у него там рабочее место, и туда влазит много народу. Нас было в этот раз человек, наверное, 9, и мы туда, и еще было два менеджера, еще был сам Костя, и мы там все разместились. У него там работает система вентиляции, у него там есть работает система кондиционирования, и поэтому там и зимой, и летом там прохладно-свежо, и на самом деле это офигенно важно. Давай, а я же могу маленько уходить, там, типа, у нас же свободно льется разговор. Я понял, это мой канал. Короче, ребята, значит, вот я был второй раз у Кости, в первый раз я был 5 дней, и мы, помимо того, что были на кемпе, я еще день присутствовал, когда он работал и сводил на своих бэрфутах. И в тот раз я в них так влюбился, мне они так понравились, как они звучат у Кости в комнате, просто, ну там, это просто, мне показалось, что это просто скальпель, просто вот весь звук тебе буквально выносили на блюдечке. Ты просто сидел, смотрел, и такой, вау, я прям слышу все. Как будто бы ты из пузатых телевизоров в 8К Samsung смотришь. Вот такое было ощущение. Ага, понял тебя. Видно каждую травинку, если бы это было визуально. Да, 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 вот такое у меня было тогда ощущение. Ну, видимо, я не знаю, или я испортился, или что-то произошло, но я приехал сейчас, и бэрфуты мне не показались классными. Ну, может быть, у меня появилось гораздо больше слухового опыта. Я успел бывать на Мосфильме, поработать там на двух разных студиях, на разном контроле. Я успел побывать много раз на студии у Вадима Пламли. У меня есть с ним подкаст на канале, вот, подсказка, вот, можете переходить. Вот, у него амфионы Ту-15, как у меня, кстати говоря, я еще успел обновить себе мониторинг, у меня теперь стоят Ту-15 амфионы. У него стоят такие же Ту-15 амфионы, но еще у него есть бэйс-экстенденды, их два с усилителем. Стоят еще 750 тысяч рублей каких-то жалких. И я еще побывал на студии у Ильи Лукашева и поработал на ней тогда. Вот, я думаю, что ролик уже вышел, я думаю, или этот выйдет раньше, или выйдет позже. В общем, не важно. В общем, вот-вот есть где-то ролик на канале, где я рассказываю, как я ездил к Илье Лукашеву на студию. Делал там мастеринг-альбома, у меня там было две сессии по четыре часа. Скажи, пожалуйста, получается, ты у Вадима слушал такие же Ту-15, да, с экстендером? Да. А на Массфильме? На Массфильме там стояли ATC-шки 45-е, я думаю, мы будем показывать, да, картиночки? ATC-шки 45-е, если про цены, они стоят тысяч, наверное, 850. Ого, ага. И там есть еще, да, но там три, там есть NS-ки, ну это классика студийная, и есть киношаты. Я представление не имею, сколько они стоят, это такой дальний контроль с рупорами, они встроены в стены, там стоят усилители Q-Face, и там, ну и плюс комната, она прикольная. Ну то есть она, ну я там работал не очень много, мне было не очень понятно, но комната прикольная. А в другой студии, которая была 5.1, там стояли какие-то, там стояли какие-то Dinaudio что ли, не помню. Честно скажу, я работал и не смотрел на мониторинг, потому что там в 5.1 мониторинге особо между ними не попереключаешься, поэтому я как бы сел, сидел и работал. Давай вернемся к кэмпу, а то случается слишком душно. Да, если мы говорим про кэмп, то у каждого из участников есть 3 часа, своих личных, которые они проводят с Костей. То есть Костя открывает у себя на компьютере, твой проект. У меня было так, что я с собой взял ноут, мы его подцепили просто к его системе и вывели звук. И он открыл у меня Reaper, мой любимый, который мы сейчас все дело и пишем. И мы прям в Reaper'е разбирали мой проект. В этом самом у других ребят, кто с собой не смог взять там ни ноутбук, ничего, то просили скидывать пост-стэмово, то есть отдельно бочка, бас, отдельно там то-сё. И он все дело собирал в подгруппу, в мастер и смотрел, что там у вас как устроено, какой вы звук сделали. И у вас есть 3 часа, и он с вами сидит 3 часа и вам рассказывает. И говорит, что бочку можно было сделать вот такой, а еще можно было вот такой. И получается так, что все остальные участники тоже сидят и смотрят на то, как все происходит. То есть, когда он разбирает микс твоего коллеги, то ты тоже чему-то новенькому учишься, что супер-классно. Поэтому, конечно, это очень насыщенные событиями и плотностью знаний 3 дня. Ну, у нас было 4 дня, которые у нас были. Просто супер-круто. Я так понимаю, все кемпы немножко отличаются друг от друга, так что, если вы поедете на какой-то следующий кемп, вы сейчас смотрите это видео, смотрите и думаете о том, какой же будет следующий кемп, там могут немножко меняться условия, могут, потому что мой первый кемп, на котором я был, и второй, они отличались значительно. Сначала я, когда я катался в Эрлет 22-го, я поехал, нам раздали прям студии в самом, на самой студии Матвиенко, мы там сели, нам дали там песню, мы ее свели, у меня было две смены по 7 часов, я ее свел, потом я ее принес уже к Косте, и уже тут подключился Костя, а до этого мы самостоятельно все делали. И это удовольствие стоило в два раза дороже. Слушай, мне кажется, извини, что я тебя перебиваю, мне кажется, в такой вариант удобнее. Ты типа дома свел в компортных для тех условиях, потратил столько времени, сколько тебе нужно, грубо говоря, а не там 2 по 7, и уже с уверенностью 95%, что тебе все нравится, приходишь и показываешь. Да, потому что... Расскажи, сколько вообще, здесь можно так назвать, правок Костя внес в твой миг. Ну, кстати, да, я хочу... В общем, когда я приехал туда второй раз... Ты же выбрал рок-песню, правильно я понимаю? Да, я выбрал рок-песню, и туда приехал второй раз, у нас был первый день знакомства, Костя выходит такой ко всем, на меня смотрит и говорит, а ты-то нафига, мол, того приехал, ты уже и так все знаешь, я тебе все в прошлый раз и так рассказал. Я говорю, ну ты... Ну, в общем, смысл того, что я поехал, мне нужно было удостовериться, что я классный, что я делаю все правильно, что я все слышу, что я не идиот, и что у меня все получается. Именно я ехал туда за ощущением себя, то есть я ехал туда за уверенностью в себе. Костя открыл мой микс, мы сели, послушали его, и он такой говорит, ну, тут все в полном порядке. Я такой, да, черт побери, он говорит, ну, давай попробуем немножко иначе сделать какие-то вещи, потому что можно попробовать это вот по-другому сделать, это можно попробовать сделать по-другому, да, мы маленько переделаем малый, чтобы он был, ну, другим, если бы у нас вот были такие цели. И мы за... Ну, то есть там у каждого участника есть свои три часа. Я справился за час, точнее, мы с ним справились за час, мы с ним попробовали немножко другой бас сделать, мы с ним попробовали немножко другой малый сделать, что-то там покопошились, он мне попоказывал разные фишечки, которые классно работают внутри именно моего проекта. Именно в этом классе, то есть, ну, когда там, типа, там, пять одинаковых песен подряд, вы можете подумать, типа, а в чем смысл слушать, то есть, и свою песню, и еще там четырех других участников кэмпа. А в том, что в каждом проекте будут свои какие-то нюансы и фишки, которые он показывает, когда это на вашей музыке, и она на вашей музыке работает. На участниках других она может не работать, он может ее не показать. Поэтому, поэтому есть смысл снять и слушать все работы всех участников. Прикол в том, что у всех разные миксы, ну, то есть, как бы, у всех одинаковые исходники, одинаковые данные, но у всех миксы вообще отличаются очень сильно. Но мне было очень приятно, что у меня получился классный микс сразу, без каких-либо но. И мы там, ну, мы искали реально час, у нас еще осталось два часа, ну, типа, моего времени. И Костя такой говорит, ну, идем пить чай и болтать. Ну, и пошли мы все вместе, пошли пить чай на бар. Ну, то есть, как бы, это в обе-бара с мягкими сидушечками и всяким таким. Когда я там был в феврале, я там встретил Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова. Я там встретил группу Фабрику в полном составе. Я там встретил Расторгуева, там группа Любе. Там еще есть огромный такой, типа, репетиционный концертный зал. Ну, там, короче, группа Любе с бендом, с оркестром, со всеми там, с трубачами, со всей вот этой и этой. Они там репетировали свои песни. И там была дверь закрыта, ну, когда ты слышишь, что играет такая музыка из-за двери про и Рёски, и Россиюшку. Ну, немножко было любопытно. То есть, по сути, место, где, ну, вот, реально запросто кого-то такого встретить. Да. И такое чувство, как будто почувствовать себя частью вот этой видосовки немножко. Да. Короче, я когда разговаривал с Костей по поводу поиска, по поводу поиска работы, как выйти на классных клиентов, как, типа, работать с классными артистами. У меня это есть кусочек в подкасте на канале. Вот. Пожалуйста, можете глянуть. Вот будет подсказочка. Там он говорит то, что можно поймать, говорит, если вы кусаетесь на какой-нибудь классной и большой студии, типа, как на Матвиенко, можно поймать Полину Гагарину где-то там за чаем, предложить ей свои услуги, сказать, типа, вот я, можно, пожалуйста, попробую. И если вы будете вежливы, вам вряд ли откажут. Просто знайте, что такая опция есть. Естественно, если вы находитесь не в Москве, ну, как я. Удачи вам, ребята. Не отчаивайтесь. Не, ну, можно приехать и... Да, да, можно, ну, вот как я, да, как я, я же катаюсь, можно таким образом. Расскажи про то, вот, и когда ты в первый раз приезжал, и по-любому, и сейчас тоже было так, что вам же устраивают какую-то экскурсию по студиям, вот. То есть, в скольких, грубо говоря, помещениях и какие они были, да, с какими условиями тоже. Да, это классная большая студия Игоря Матвиенко, там много разных помещений, они сдаются все в аренду, не все, большинство из них сдаются в аренду, и вы можете их арендовать. Там есть классная студия записи, акустическая довольно большая, с высокими потолками, и барабаном, и роялем неплохим. И помещение, где стоит огромный пульт SSL, у меня, кстати, вот, наверное, мы сейчас включим, да, какие-нибудь, у меня же есть какие-то подъемы красивые. Вот, это там все есть, и да, вы можете, ну, по крайней мере, прикоснуться, то есть там есть как бы экскурсия, вы можете прикоснуться ко всем этим классным железкам, потрогать SSL-пульт, посмотреть на 67-й Neumann, на Sony C800G микрофон, в общем. Короче говоря, есть опции такие, побывать на большой классной студии, где каждый день происходит много работы. Там пишутся большое количество, вот, кстати, вот в тот раз, когда я там был, там еще, мы не пересеклись со скриптонитом, он там что-то писал, и так как он был в работе, ну, то есть мы такие, типа, ой, можно к нему подойти, сказали, типа, ну, пока он там работает, к нему не заходите, если он сейчас выскочит, там, на чай или на покурить, можете его перехватить, но он не выскочил, я уже уехал в аэропорт в тот раз. Ну, то есть там, как бы, пишутся все, ну, все там, там все пишутся, то есть там все артисты там были. Расскажи про взаимодействие вообще с Константином Матафоновым, да, то есть как ты с ним после, и после первого кемпа, после второго кемпа, как вообще, в принципе, можно с ним взаимодействовать после вот таких мероприятий? Блин, на самом деле, да, он очень контактный и открытый чувак, если можно, если, Костя, ты это смотришь, извини, что я тебя называю чуваком, но это классный и контактный чувак, который отвечает, ведет на контакт, который очень внимателен к тебе, ну, то есть к своей работе, он очень ответственно к ней подходит, и он не сноб, он не высокомерный какой-то там, что там из себя строит, вообще обычный, то есть он вообще обычный чел, который очень классно знает свое дело, свою работу, делает ее отлично, потрясающе, а еще он умеет учить людей и делиться этим мало того, что умеет, он еще и хочет, что просто волшебно. Вот, и поэтому получается так, что ты можешь с ним сидеть, пить чай, спрашивать его, то есть мы там в какой-то момент, то есть мы сидели, обсуждали все микрофоны, все компрессоры, он рассказывал, как он там работал с такой звездой, с другой звездой, как они там делали альбом Тимати, как они делали там какому-то там записи, как он работал над шоу песни для Тенте, потом он рассказывал, как он купил себе этот Land Rover, и как он с ним мучился, и как он его чинил, ну то есть какие-то, ну то есть это очень такая, это очень классно, то есть он очень, очень создает приятную атмосферу, в которой очень приятно находиться, и, ну то есть он отвечает тебе на любое, нет такого, что ты там, ты боишься у него что-то спросить, или ты боишься что-то к чему-то прикоснуться на студии, потому что это как бы, то есть, ну вот там, у нас был первый человек, первый участник, начался разбор, там у него стоит Кёрфбендер, такой эквалайзер, очень классный, и он включается нажатием двух кнопочек, и в общем, этот самый, Костя говорит, включи его, просто вот его включил, он говорит, а теперь отключи, слышишь, прикольно, вот, и в общем он, ну то есть как бы, обычно если ты приходишь на студии каким-то данным таким вот гуру, который там сидишь, вот он нет, они обычно там типа не трогай здесь, не прикасайся, не ши на это, а Костя очень, ну такой, очень располагающий, приятный и контактный чувак, не знаю, мне с ним суперкомфортно, и в принципе у него что-то спросить потом, то есть мы, ну как бы мы, то есть я у него там время от времени пишу у него, ну я не могу сказать, что мы там друзья, или что мы там решаем, вообще нет, но я могу ему написать в любое время, спросить, что меня интересует, и он мне ответит, ну то есть, ну не такого, что он меня там проигнорит, или что, мы не будем отвечать, даже если у меня какой-то очень глупый вопрос, очень простой, он на него подробно и честно ответит, абсолютно, ну без всякого сновства, что просто суток. Ну то есть он такой типа наставник? Да, 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 причем он наставник не в смысле, что он выше остальных, и вот он ходит с пинсне и на всех смотрит сверху вниз вообще, нет, он такой же участник, как и мы, ну в смысле он такой же, он себя позиционирует, то есть как будто мы находимся все на одном уровне, и он просто делится своими впечатлениями или каким-то там опытом, что типа, а у меня вот еще получалось вот так, смотрите, ну то есть, не знаю, очень приятная подача, я просто учился у разных людей, разные люди по-разному учат, и мне не очень приятно, когда меня, ну то есть когда какой-то чувак, у которого нету классных работ, и он из себя как специалист представляет не очень много, начинает из себя строить, что типа я вот знаю, я вам сейчас расскажу такую тайну, вот, а как бы Костя свел половину поп-музыки на русском языке, и спокойно такой, типа, говорит, да, я вот это попробовал, не работает, полная фигня, вот это работает классно, смотрите, вот так можно попробовать, смотрите, а, клево, 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 ну то есть он как-то, ну не знаю, приятный тип. Как ты думаешь, ему полезны такие встречи, и насколько вообще полезны? Ему полезны? Может потому что-то тоже подчеркнуть? Да, он в конце каждого дня нам говорил о том, что, типа, то, чему он от нас научился, потому что в один из первых дней, что-то мы сидим, думал, говорит, блин, нужно маленько микс сделать поширше, что-то он какой-то слишком узкий, давайте попробуем мы там, там что-то был там, изотоп имиджер, а давайте что-то там еще попробуем, что-то еще попробуем, я говорю, а давайте виталайзер СПЛ, такой, СПЛ виталайзер, нифига себе, я его лет 7 не использовал, давай, мы его вешаем, говорит, о, говорит, он работает лучше всего, и в конце дня он такой, типа, о, прикольно, в конце этого дня я вспомнил о том, что есть СПЛ виталайзер, и он, как бы, он есть, классно, буду пользоваться. Когда я был в прошлый раз, один из участников, Андрей, сводил песню и использовал на вокале такой трюк при помощи кодировочной системы Dolby, ну, в общем, это такой эксайтер, мультибенд-компрессор, который красиво поднимает верх на вокале, и если его, в него отправить вокал, тихонечко подмешать, появится красивый, классный верх, такой очень-очень поп-верх появится. И как раз таки Андрей использовал у себя в сведении вот этот вот трюк, Костя его увидел, и когда мы пришли на следующий день, он говорит, я тут, типа, свозил песню, пришлось за 50 баксов купить этот же плагин, потому что он, ну, слишком классно работает, ребята, не смог удержаться и купил. То есть он открыт к новому абсолютно, то есть он абсолютно такой. Расскажи еще, знаешь, немножко про взаимодействие с другими участниками кэмпа, которые там были, и расскажи вообще, в принципе, про, ну, про то, кто обычно туда ездит, и насколько вот вообще это может пользу приносить, там, тебе или, например, то, что ты там есть, другим тоже. Да, я общаюсь с несколькими участниками кэмпов, блин, ребята все, ну, то есть это все звукорежиссеры, они все из твоего болота, они все интересуются тем же, чем интересуешься ты, у них у всех такие же проблемы, как у тебя, и каждый из них хорош в чем-то своем, и ты можешь у них учиться или учить их, рассказывая что-то. И такой обмен опытом, знаниями и, ну, вот этими вот, это, ну, очень классная штука. То есть то, что ты обогащаешься новыми как контактами со звукорежиссерами, никогда не бывает лишним. Плюс остаются чатики, в которых постоянно происходит какая-то движуха, все дружки скидывают какие-то там эти самые купоны на скидки плагинов, какие-то там штуки рассказывают. Ну, короче, не знаю, довольно приятная атмосфера, то есть, как бы сказать, мудаков там нет, вот что очень приятно. То есть ты туда приезжаешь, и там очень заинтересованные и включенные в процесс люди. Слушай, ну, наверное, последний такой вопрос для тебя. Если, например, у тебя появится возможность, сколько раз ты будешь в ту раз ездить, как ты думаешь? Блин, если честно... И зачем в первую очередь? Если честно, как будто бы вот мне, наверное, пока что больше не нужно. Ну, в смысле, я вот пока взял, что мне нужно, я пока на этом топливе и еду. Если у меня вдруг появится новый запрос, я, наверное, тогда решусь и еще раз туда рвану. Ну, пока что, ну, то есть меня кэмп удовлетворил полностью. То есть у меня был запрос понять, ок ли я, все ли я правильно делаю, все ли у меня получается. Костя, ну, как бы, просто когда тебе это там говорит, не знаю, там, мама, я не знаю, друг, или там, я не знаю, кто угодно, брат, ты говоришь, типа, да ты классный, Санек, ну, это одно. А когда тебе говорит Костя, ну, с высоты своего опыта, говорит, типа, Саня, вообще все в полном, в таретке, расслабься, ты расслабляешься, понимаешь, что, ну, в целом, я все правильно делаю, значит, еще вопросов нет никаких, классно. Слушай, обманул, вот тебе будет последний вопрос. Давай. Вот ты бы хотел сделать микс в The Masters для бедных, для бедных в Самаре. То есть ты бы хотел сделать радиотехника Кэмп, просто, типа, взять 3-4 человека, хотя бы им что-то помочь. Прикольно, я думал об этом, короче говоря, но для этого нужна студия, к сожалению. То есть у меня сейчас комнатушка, в которой мы сейчас снимаем, сидим, она всего 11 квадратных метров, и она очень маленькая. И я, кстати говоря, понял, что акустика влияет, это не очень относится, но это, может быть, вам будет полезно, у меня такой был опыт. В конце сентября я летал в Москву, и, в общем-то, я собрал микс артисту у себя здесь, на этих вот амфионах Ту-15, в ночь, собрал его, скинул артисту, полетел в Москву, прилетел в Москву, в обед пришел на студию к Вадиму, пламли, у него такие же стоят амфионы Ту-15, но с бакс-экстендерами, а еще у него комната примерно раза в 3 больше, чем моя. Я включил, услышал какое-то совершенно безумное количество ошибок, я услышал, что я вообще какую-то полную сделал херню. И я уже услышав эти ошибки, и поняв, какие у меня там есть, я прилетел обратно в Самару, и уже здесь это все исправил. Но я понял, насколько сильно влияет помещение, насколько сильно влияет акустика помещения, поэтому, конечно, здесь проводить какой-то там кэмп невозможно, я не знаю, я, может быть, построю когда-нибудь в Самаре большую классную студию, это не дешевое удовольствие, но если я смогу построить большую классную студию в Самаре, я бы такой кэмп бы тут тоже провел с большим удовольствием, примерно, ну, такого же формата, что ли. То есть, если вы смотрите это видео, и вам нравится звук, вы интересуетесь звукорежиссурой, и у вас есть много денег, которые вы могли бы вложить в студию Сани, по студию Сани. Ребята, если среди вас есть меценаты, если среди вас есть инвесторы, но инвесторы, не знаю, как это отбивать, потому что студия звукозаписи отбивается довольно посредственно, ребята, то есть как бизнес-проект, студия звукозаписи — это такси. Расскажи лучше про Эйби Роуд, который не отбивается совсем. Ну, не совсем, но да, я не знаю, знаете вы или нет, что главная студия нашей планеты, Эйби Роуд, где писались Битлз, где пишется сейчас вся киномузыка, практически вся голливудская, эта студия живет за счет пожертвований от артистов, которые стали богатые и знаменитые, и потому что эта студия не совсем рентабельна, и вообще большие студии — это не очень рентабельно. В этом большая проблема сегодняшнего дня, к сожалению. Потому что, ну, если лет 40 назад записать сингл стоило там 25, тысяч долларов, например, такое могло быть, то сейчас записать сингл свести и выпустить — сколько стоит? Ну, можно тысяч за пять рублей, наверное, сделать. Можно за пятьдесят, если ты прям, ну... — Можно за пятьсот рублей, как у Славы Мерлой было. — Можно, да. — В теории. Это, кстати, из-за чего? Мне кажется, из-за того, что появилось очень много VST-плагинов, которые можно на компе делать? — Все стало сильно дешевле. То есть ты можешь дома, то есть тебе не нужно какое-то отдельное помещение, ты можешь дома, на компьютере у всех есть компьютеры, ты можешь себе купить звуковую карточку за... Ну, если ты себе купишь звуковую за 80 тысяч рублей, ты уже получаешь звук... Ну, то есть ты уже можешь писать на чистовую в нее звук, финальный для любого уровня продакшена практически. Если ты себе купил микрофон дороже тысячи баксов, ты уже можешь записать, ну, практически все, что угодно, ну, такого уровня, что это может потом попасть в iTunes и выиграть грейми. Ну, то есть все. — Учитывая, что сейчас тысячи баксов в то время, там, 55... — Ну, нет, уже 60... — Уже 62, 62, 62... — Ну, учитывая, что когда мы записывали... Да, учитывая, что когда мы записывали видос про оборудование за тысячи баксов, тогда это стоило, типа... — 80. — 80 примерно, да. — А то все стало по-другому. И, слушай, сейчас знаешь, расскажи, пожалуйста, где можно записаться на Кэмп? Как это сделать? — На Кэмп, да, это все проводят ребята из школы Music Heads. Мне кажется, я о них не сказал пока что ни слова. Короче, ребята из Music Heads, они это все организовали, они это все тащат на себе, они, ну, они занимаются организацией, и организация — это не меньшая работа, чем сам Кэмп. Поэтому я это... В общем, ребята классные, вы можете, наверное, пройти к ним на сайт, я оставлю в описании ссылочку. Если вы решите записаться на Кэмп, или если вы решите пройти любой курс в школе Music Heads, действует промокод «Радио», который даст вам 40%... А, нет, нет, не 40%, простите, пожалуйста. Было бы, если бы было 40%, было бы, конечно, офигительно. Но нет, он даст 15% скидки практически на все, что угодно. Насчет Кэмпа, я не знаю, кстати, даст ли он скидку на Кэмп, честно скажу, не знаю. Вот, может быть, может быть, а может и нет. Попробуйте. Уточним во время, после съемки, и я напишу. Хорошо. Даст или нет. Напиши. Вот, получается так, да, что... Все, теперь расскажи, пожалуйста, благодаря кому выходят эти ролики. Узряет тебе. Это благодаря... Это переход к Boost-подписчикам, которые сейчас начинают... А, мои дорогие Boost-подписчики, я не понял, к чему ты это все склонишь. Да, вот они сейчас по экрану моему бегут, мои дорогие Boost-подписчики. Благодаря вам, в том числе, выходят эти ролики. Спасибо вам большое. Если вдруг вам, ребята, интересно, что же у меня там такого интересного на Boost-то лежит, можете пройти, подписаться, посмотреть. Там довольно занятно, так могу сказать. Вот. И все эти волшебные люди... Волшебные... Волшебные? Все эти волшебные люди волшебные. Что-то я слишком много сейчас разговаривал. Скажи, пожалуйста... Это хорошо, что уже меня спрашивают. Не надо мне рассказывать. Давай, мы будем на этом брать. И все, нет, все, остановись, остановись. Все, ребята, спасибо вам огромное. Давайте, можете на вот эти два ролика. Адью.